привет всем ребятушки девчатки это ученик 77 он же дядя саша не очень великий но очень ужасный и мы продолжаем играть симулятор выживания the long dark режим у меня выживание незваный гость вместо дислокации прибрежное шоссе так странно а почему теперь я появился в кровати и что у меня все предметы остались как были на укася на фигушки там предметы все равно изменились я короче тут намутил сохранениями сохранениями хотел вам показать как работает редактор и забыл сохранить свое текущее сохранение только вчера вам говорил ребята не провороньте не провороньте я проворонил и у меня теперь этот дом как будто я в нем ни разу не был как будто я зашел в него первый раз и пропала моя волчья шкура ладно зато у меня теперь есть много столов фиг с ним и у него здесь вода была воды нету ладно вы мне простите этот мой тупизм старику не так уж много я получил но только дрова ну и немного этого немного ткани ткаемся новый ствол вот это все вот новые вот волчью шкуру я не помню что здесь еще было волчью шкуру обменял у джратва ой спички полин цены есть хорошо не совсем это правильно ладно спички выкину сейчас и крекер выкину а чё то тут обыскиваешь тогда не обыскивай тогда и спички сюда положи так спички вот этих нашел да наверно вот эти так все ткани отсюда не брать дрова не рубить все все остальное вернул как было единственное что воды моя немножко пропала ну и хрен с ней здорово у меня по моему было то ли 42 то ли 44 процента но я сделал 44 я думаю если два процента себе приписал это не страшно все вроде инвентарь весь такой же шприцов у меня нету одежду меня немного дратая да да все ну стол здесь есть но и бог с ним мы его не будем рубить а сволочь шкурой но ничего как не переживем что вот шкура пропала я раньше не работал редактором хотя не помню не бросил внимание надо будет еще поэкспериментировать не поэкспериментировать меняется ли что-то в текущем помещении когда находишься я не понимаю почему поменялось может потому что я карту трогал или чё у меня почему-то поменялось все так ладно поменялось так поменялось не кудахчи я пошел ловить рыбу и меня в помещении провел мне надо теперь восстанавливать моё потерянное здоровье который мне волк вообще меня он покалечил падла конкретно вот так мне и надо пойду восстанавливать моё потерянное здоровье как только восстановлю отправлюсь в отрадную долину так холодно нам тут минус 14 блин холодно можно попробовать рубануть еловую ветвь давай рубанем так немного замерзли ну и пофигу какой там риск переохлаждение 13 процентов 37 ладно пока нормально так что тут у нас время движется к закату я сейчас наверное зайду обогрею чуть-чуть а потом попрусь так а в связи с чем у меня такой значительный перегруз я не понял чё я тут волоку на себе можно полюбопытствовать чем это я так перегрузился опана гля о зашел а теперь все как было ух ты а шкура моя где волчья о и шкуру моя появилась у отлично и все пропало прекрасно хорошо что спички оставил все все как было гля когда второй раз заходишь в помещение почему этот обыскать и зачем раньше не обыскал все заходишь здесь все как было все вернулось на округе своя и шкурка моя валяется а а а прекрасно вот чем прикол это просто был какой-то баг непонятный то есть не должно ничего меняться в крайнем случае когда зайдешь снова все будет как раньше а вот это я и выяснил хорошо так хочу я вообще хотел хотел посмотреть от чего у меня такой перегруз да так одежда у меня есть немного лишний жратвы у меня особо лишний нету так а то есть это вода моя здесь появилась заново если она тут вообще есть если я всю не забрал я муж вчера все забрал вот здесь это было они забрал я отсюда все нет тут ничего так понятно значит зачем мне дров много до дров у тебя не сильно много чем тогда это перегружен а ну вот два ножа у меня поломанных а почему второй нож тоже поломанный вот это что-то непонятно мне отчего второй нож поломался чё пока я с волком дрался я сломал нож я усиленно износил на шубе так вот это ничего не очень понятно почему у меня нож сломался это прям для меня какая-то новость получается я его вчера сильно на шубе истрепала потом не последил за этим и вот почему меня так волк покусал я же ножом с ним дрался у меня нож на нем поломался ах вот оно что ясно ясно а чем же все таки так перегружен то не то одежды шуба весит 3 килограмма это шуба 5 килограмм ну да вот две шубы уже 8 килограмм все понятно чем я такой перегруженный ладно это все неважно я значит отогрелся и поперся я дальше да да поперся так а где же мне ножи мои теперь где же мне искать наш бараке рыбацком валяется нож но на за есть это точно есть ладно нож мы все найдем прям какие-то чудеса бесконечные то шубой что волчья шкура исчезла то нож поломался одно роду одно другого не лучшим так чем мне прям тут ни одной ветки не валяется палки точнее мне ж палки нужны у меня же в планах немножко порыбачить так надо было от волка топором отбиваться не ножом дурачок ты дурачок так и давай разломаем тоже так все бегом а то ты уже сейчас замерзнешь и начнешь коцаться а тебе не надо замерзать и коцаться тебе еще пригодится твое здоровье так бегом а напротив ветра мы бежим медленно да ну ничего мы люди настойчивые так волки всем не исчезли значит они теперь подлюки все будут на меня охотиться ну и хрен с ними верно верно так давай быстрее на здоровье уже кончается ничего ничего так ну в принципе до утра я должен дотянуть с теми дровами что у меня есть а улья тут оставлял я по мостал чуть-чуть угля или я все жжег но сейчас я это узнаю сейчас я это узнаю это что ж такое-то так здоровья нет и все сейчас уйдет так вот нас у нас тут немного жратвы есть так чё у нас тут есть заплесневелая берем берем так разводим огонь первым делом первым делом разводим огонь так лучше всего разжигать это разжигаем разжимая разжигаем огонь а потом посмотрим что у нас тут есть интересненького так может быть мне все-таки и сшить волчьи шуба не медвежий медвежий уж тяжелый блин пять килограмм или сколько он там весит на кой она мне нужна ладно это все потом это все потом так у меня сейчас должен прокачаться уровень розжига насколько я помню метам оставался один раз пока ничего не написала разведение огня 4 эксперт прекрасно так чё у нас тут есть в этих ящиках так здесь у нас нифига нет чё на здесь у нас здесь только спальник так тут у нас чё тут у нас нет ножа значит ножи у меня все там а ну хорошо там а так там а так это у нас на восемь часов да хорошо мы здесь проведем восемь часов или сколько получится что у нас пить пожалуйста пейте есть пожалуйста ешьте ешьте съели прекрасно так все ловим рыбу давай и ловим рыбу наслаждаемся прекрасной погодой высокой температурой так восемь часов ну давай на три часика понеслась пока ничего и не ловится рыбу ловлю чтобы натопить из нее маслица на маслица надо глянь три часа одна какая-то жалкая форелина куда катится мир одна жалкая форелина за три часа так но радует то что у меня там уровень повысился меня теперь костер еще дольше горит это хорошо так ну эту жалкую форелину мы сейчас сожрём сразу же чтобы на него не глядеть так сожрали шесть часов давай еще на три часа давай еще на три часика как будто ночь наступает да еще как наступает опять форель кижуча дайте немножко дайте кижуча гляпать в каждые три часа по одной рыбине с ума сойти а ну это вообще как-то не очень так костру горит четыре часа хорошо пить тогда поспим четыре часа дата у меня там усталость большая так четыре часа давай поспим четыре часа не четыре давай поспим так поспали четыре часа что имеем на утро а еще и не утро я так думаю да ночь яснейшая два часа пятьдесят три минуты такую погоду конечно можно куда-нибудь отсюда уйти но мы половим все равно рыбу разбиваем так сожрём нашу форель она какая-то малюсенькая попьем воды что-то я с малым количеством дров сюда приперся так два часа значит будем ловить три часа форель ест а еще что-нибудь блин вообще никого еще одна форель и больше никого и полная тьма а печки гореть один час хорошо значит мы сейчас час поспим да какая-то неудачная жизнь пошла ловится а бычо крокодил не ловится не растет кокос пьем куда мне вообще теперь податься мне надо податься на зс мне нужен ножичек как-то без ножичка мне нехорошо податься на заезда насобирать дров и вернуться сюда собственно говоря продолжать топить масло ой там погода прекрасные ой прекрасная погода ой мало того что темнота 35 минут печки гореть так но мы тогда пока будем топить воду так а там он как бы утро наступает да да и жрать мне чё-то нечего чё-то у меня как-то все разладилось из-под контроля вышло здоровья если прибавил не ахти сказать чтоб много спал тут чё-то и сорокат наверное опять нету так куда мы попрем такую погоду у нас 42 процента опять мы там сейчас по-любому мгновенно замерзли нет спать мы тут не будем естественно так кладем мы сюда могут так чё у нас по части воды воду мы такую кладем так спальник мы поднимаем да я не знаю куда в такую погоду соваться в такую погоду можно соваться только это пойдем задом пока видим чтобы не сбиться сильно с пути чтобы не сбиться сильно с пути сейчас мы должны упереться во что-нибудь так разворачиваемся развернулись побежали да сейчас я нахрен замерзну а я уже нахрен замерз уже риск переохлаждения то тут наверное градусов градусов ох какая температура 62 градуса вот это я попал молодец дядя саш молодец так тебе и надо часто тут сдохнешь нахрен где берег то берега нет понятно куда иду непонятно зачем иду непонятно да что ж так долго то где берег то вашу матерь вот что-то замаячила впереди или мне показалось да и куда тебя вынесла это по-моему самая крайна да да это самое крайне они правильно куда над пришел вроде как попал куда надо да 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 куда надо нет никуда ухты ни хрена себе куда я вышел да нет ушки ребятушки нам это не надо вообще не туда вышел дайте я второй заход использую вообще не туда вышел совершенно не туда так на какой мы тут стадии мы на стадии что мы проснулись и у нас печки гореть 35 минут ага понятно понятно значит мы сюда кладем наш инструмент не нужный виде вот этого вот воду водой воды у меня только литр сейчас мы еще литр натопим и почешем отсюда нафиг постараюсь я в этот раз пути не сбиться не знаю конечно как у меня получится может опять также получится также плохо так есть мечу покушать есть сожрем все это нафиг так хорошо сожрали выходим забираем вот эту еду тут который валяется и чешем прямо по курсу да видимость отличная вообще отличная видимость на и прекраснейшая видимость ну чё пойду отсиживаться в дом мизантропа делать больше нечего о ну в этот раз я с пути не сбился ну конечно тут же не так далеко бежать так ну мы все равно уже замерзли 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 так осталось здесь волка встретить для полного счастья и все будет классно чего ты здесь подняться не хочешь а я не туда я не туда ты здесь не поднимешься да блин туда не туда ты пришел обходить надо все равно замерзли все равно замерзли все равно замерзли вот мим пещер на пройти пещер что ли пожить пока медведя нет по сюда мне надо идти ну все замерзаем замерзаем сейчас с тридцатью процентами приду здоровье мы будут дрыхнуть там отсыпаться потом не знаю чё делать том надо идти убивать какого-нибудь оленя да все было хорошо и вдруг все стало плохо да здоровье кончилось метели жрать сейчас будет опять нечего а там и волки подоспеют да она такая жизнь за лонгдарги так вот наш дом мизантропа многострадальный так но после метели веток будет дофига это хорошо мы их соберем точнее палок и ножа у меня нету почему-то у меня сломался так резко непонятно почему так ну вот я пришел здрасте и шкурт моя на месте шкур на месте пошли наверх пришли наверх вот наш кровать ну что тут у нас попить поесть попили поели спать 7 часов поспим прибавим себе немного здоровиться самую малость да таким путями я не скоро уйду в отрадную долину 49 всего лишь процентов всего лишь 49 процентов ладно пошел собирать палки пошел собирать палки мне 49 процентами валить сейчас на зс бессмысленно там блин меня волчаки по-любому ждут по-любому ждут они же хитрые рожи сейчас поглядим какая здесь температура для ночь ну поглядим поглядим давай температура минус 13 но в принципе замерзаю я с двумя шка шкалами так где тут мои палки валяются которые после бури должны тут нападать были табунами пока ни одной не вижу да неплохо одни ветки не мне нужны палки палочки 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 вот какая-то сиротливая валяется единственная палка мне надо штук блин 50 чтобы там ночь провести в бараке уголь я весь сжег можно тут конечно долго не тупить забрать свой нож как-нибудь да уходить отсюда нафиг в местах где жизнь повольготнее но в отрадной долине там тоже будет будет метели и все такое так это сейчас если начну рубить я замерзну мне этого не надо так хотя 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 погоди погоди давайте-ка мы сейчас веточку вот одну рубанем рубанем веточку так хорошо пошли внутрь не дрожи не дрожи пошли внутрь у меня появилась мы мне 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 мысли так еще у нас палка еще у нас палка еще палка так тут у нас вокруг нет больше палок а то они что-то как появляются потом да так заходи гостем будешь сейчас есть у меня мне 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 мысли как следовать поступить так у меня же одежда тут коцаная коцаная чё я могу починить чтобы мне было чуть потеплее штаны я не могу починить у меня инструментов материалов таких нет меня только ткани тех 3 до но от этого конечно что я вот это все починил мне нам намного теплее не станет я так думаю так волчьи у нас 92 а медвежьи уже диана 90 это волка и погрыз понятно я вот это починил чтобы согреться и пойду попробую рубануть дрына пойду попробую рубануть дрына пока я не сильно с остывший может быть я не сильно покоцаюсь так давай 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 дрына 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 так ну вот показывает что у меня температура убавляется вот таким вот образом да да вот температура какая минус 12 так над рином не должно хватить все равно замерз все равно замерз тогда пошли еще согреемся ой да ладно орать так ладно так орать то прям сразу заходи и грейси чё-то орешь не ори так а чё у меня по части еды по части еды у меня нормально так чё мы можем быстренько себе чиннуть а мы можем быстренько себе сломать да вот это греймси медленно но верно так можем себе сломать еще вот эту стрелу так нормально вылечился риск при ухлажении ну можем нож один собрать металлолом так все согрелись нормально пошли отсюда пошли отсюда покидаем покидаем так ушка топлива топлива надо немножко немножко топлива ну давай вот эту рубанем так почти не замерзли значит пошли в барак пошли в барак я здесь спущусь ваще ну не знаю да спустишься а вот уже риск переохлаждения твою же матери ох 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 я сейчас тут себе чего-нибудь растянул повезло не растянул ничего удивительно так вот мой барак любимый сейчас мы там разведем костер и будем коротать ночку за рыбалкой а по утру пойдем в азс что-то не волков никого нет куда все делись кто на меня в тот раз нападал а кто на меня в тот раз нападал сдох конечно я же мой эту кровушку отпустил это может был последний волк и теперь не будет никого не олень должны быть а тут вроде олень то одного токара я ранил это помни насмерть олень должны появиться долей должны быть так чем я тут еще есть пожрать я все пожрал для так и что такое нас испорчено медвежать не испорчено я есть не могу к сожалению так срочно разжигаем горючее так давай разожжем чтобы побыстрее хотя ты собирался горючее копить на что ну на что собирался копить на фонарь но я сейчас еще рыбу наловлю я отработаю так на 7 часов так хочу мне тут уже валяется здесь до забираем так он и даже замерзнуть не успел нифига себе удивительное рядом но оно запрещено пьем и и жрём а то есть нечего нам кота не хотелось бы так харе пока так на три часа пожалуйста давай только как не как в прошлый раз давайте мне ки жуча там и все такое почему чем круче навык рыбалки тем хуже ловится рыба я вот не пойму чё за рандомные вы крутасы такие вообще капец вообще капец нет слов нет просто никаких словей так чё тут у нас пять часов прорубь давай еще три часа давай может на четыре надо зарядить может трех недостаточно да какая разница опа на половина прошла никого опять одна жалкая форелина попалась ночь вот вторая форелина чё тут у нас северное сияние великолепно волки есть не видать а вон кто-то идет или чё это лет костер мы маячит или все-таки волк так ладно хрен с ним мне щас не до волков мне щас не до волков у нас проблемы понасущнее нам жрать нечего пить нечего и так далее так наверное надо баиньки лечь то усталость уровень усталости высок так живем форель насколько это возможно так и еще давай и теперь водички водички надо натопить водички мало мало водички тогда заряжаем себе 3 литра воды топ так и потом нам три часика поспим а потом поглядим что делать так и хорошо воды надо напиться напились так в печку над подкинуть кедровых дрым так пять часов обещает гореть но у меня уже утро там не за горами дали же погода была хорошая поспим три часа а потом опять рыба половим а потом я уже решу куда мне идти мне нож нужен у меня ножа нет сломались все ножи неожиданно у какая темнотень у какая темнотень так сейчас мы заправимся фонарь то мне тут заправить опять он только на 3 заправлены да ну конечно сейчас все то что жжёг что-то хотел ты все жжёг так чё пишет три часа дать прорубь замерзл уже разбить ее так и на три часа не на три часа текс утро пришло пришло утро утром у нас также чё-то клюнуло ой опять погода плохая да что ж такое как утро так погода капец прям какие-то расстройства гля опять погода такая же издеваетесь что ли надо мной я не знаю похоже издеваются похоже надо мной издеваются ну тогда я сейчас два часа посплю хотя фиг ли мне спать два часа давай ну хотя нет давай два часа все-таки посплю усталость у меня большая сейчас попрос еще усталость быть о погоду успокоилась ну слава ну слава тебе рандом хоть да красота какая так могу часть порыбачить сейчас посмотрим вообще за час хоть что-нибудь поймаем хрен лысого ты за час поймал вообще ничего отлично вообще за час ничего не поймали а это прекрасно это прекрасно нужно опять чесать за дровами так молот кладем молот на бочку так молот на бочке ну давай я себе хоть литр воды сделаю еще нет три не надо а вот литр нам не помешает так а ко мне жрать вообще нечего да надо срочно какого-то оленя кончить или волка или хоть кого-нибудь ну пойдем сейчас хоть кого-нибудь искать оленя волка так это наша подкормка так оленя волка оленя волка кого искать кого ты вообще где собрался искать ты мне скажи так у меня где-то тут волк должен дохлый валяться я же его прикончил прикончил он должен быть мертв вот где он сдох это другой вопрос вроде двое суток еще не прошло да точнее трое с того момента а да вон над ним трупаки эти труп трупаки вороны летают вон он волчонок мой дохленький отличненько сейчас мы его зачетвертуем так ды как учили меня умные люди вот тут у меня еще волк валялся но тут он уже похоже исчез а здесь вот этот мой волк мой обидчик который меня чуть не убил сволочь это он так тяжело у меня все ребятушки мои вообще тяжело попал я в нехорошую ситуацию так надеюсь это последний волк перья хотя нафиг они мне нужны так волк а он замороженный да я его не зачетвертую а могу зачетвертовать да один час топором так отлично так заходим греемся кладем ну что можно забрать мясо и пойти на АЗС я не знаю по моему волков здесь больше нет волков по моему больше нет мы бросим на всякий случай здесь все сушится сейчас походим мы здесь с нашим фонариком поглядим что здесь есть вообще так я здесь могу стол разнести ой да здесь много чего могу разнести я здесь практически ничего не разнес так разнес выходим забираем волчак уйдем с ним на АЗС и там устраиваем пир забираем мяшки так ну я надеюсь меня сейчас никто тут не попытается сожрать ну надейся надейся ну 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 как говорится ну 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 надежда умирает последней мы сейчас вот так прям напрямки рванем если что они прям нас тут сразу и встретят тем более от меня должна идти запашок хороший так внимание 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 кто-нибудь видит волков я не вижу пока а тепло ли мне тепло я конечно мог бы попробовать рубануть могут волки прибежать пока рубить будут не прибежали ох я думал это волк зарычал спокойно спокойно мы сейчас дойдем мы сейчас дойдем мы близко мы близко мы близко мы близко мы сейчас дойдем мы сейчас дойдем давай давай тени 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 волка за хвост так дошли ура на АЗС вообще не раз тут ничего не жарил надо хоть раз тут что-нибудь зажарить или кого-нибудь Так, меня больше всего интересует Где мои ножи вообще валяются Так, это убирай, давай лампу Давай лампу Ага Так Перевес у нас какой, мы что-то еле плетемся Так, что у нас тут Тут что-нибудь сохнет, ничего не сохнет Все высохше Так, ящик у меня здесь только один, если что Да Здесь ножа я не оставлял Не оставлял, ты здесь удочку оставил Ну, нож должен быть вот в этом Шкапчике В этом шкапчике Так Вот мы в шкапчике Что у нас тут есть У нас тут есть всего лишь один нож Ага Интересное кино Всего лишь один нож Ладно Один так один Еще у нас есть точильный камень Почти новый Так, все, теперь нож точу Так, а что я сюда топор-то не притащил? А топора у меня здесь Нету А где у меня нормальный топор? Там остался Ммм Куда я делал топор? В бараке у меня валяется. Здесь-то топора я не вижу. Да, ладно. Хрен с ним. Хрен с ним. Давай разожжем. Что у нас тут? Ветка есть. Разжечь. Сейчас будем готовить жрать. Что-то столько себе топоров наковал. Куда мне все топоры-то делись? А, у меня, наверное, в рыбацком бараке два валяется. Точно. Ладно, схожу в рыбацкий барак тогда. Там заберу топор. Я все равно еще рыбу пойду ловить. Сейчас, сейчас мы разведем огонь. Не переживайте. Так, наверное, сейчас мясо пожарю. На этом мы с вами расстанемся. О, отлично. Она не хочет разгораться. Падла ты этакая. Да. Интересная ситуация. Попал я. А нечего было так убегать отсюда. Жратвы с собой мало взял. Вот и попал. Сам виноват. Сам виноват. Никто тебе не виноват. Так, ну что, мне тогда надо всю одежду перелатать. Пользуясь тем, что я здесь. Еще удочку сделать. У меня удочек мало. Ну, в общем, есть план. Одежда и удочки. Так. Древесина. Да не то, что прям перфект, но пойдет. Так, все. Теперь срочно, срочно собрать. Не, зачем? Ручками давай. А что ножичками? Давай ручками. Ой, и пить мне нечего. И жрать мне нечего. Капец какой-то. Да ладно, что там ты, чувак, пил мочу. Какую мочу что-то несешь. Да, волк у нас, вон какой сильный. Сильно пострадавший. Ладно, сейчас она будет нормальная. Вполне пригодная для питания. Срочно сожрать. А то голод страшный. Так. Продолжаем готовить. Эту тоже можно сожрать. Так. Нормально. Нормально. Так. Дайте-ка я выкину эту нафиг отсюда. Бросить. Недвижатину. Так, что там у нас дальше? Давай собрать. Так, это у нас займет 28 минут. И потратим мы 106 калорий. Так. Это давай тоже сразу по концу. Сколько горит? 52 минуты. Ну дайте я сюда что-ли дрыну еще одну кину. Это тоже сразу собрать все. Собрали. Так. 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 Прогоркла уже 23%. Как она быстро портится? Вообще в лед. Так. Так. Наверное я ее сейчас все выкину за борт пока. Пусть она там валяется. А то у нас здесь будет портиться. Воды еще сделаем. Так. И еще одну. Так. Ну еды немного мы вроде заполучили. По еде у нас все нормально. Так. Тогда я еще одну сожру. А остальное все выкину за борт. Так. Выкидываем. Выкидываем за борт. Добавляем в костер дров. Делаем воду. Так. Вот наша волчатина. Спасибо волку. Несмотря на то, что он гад и вверг меня в такую сложную ситуацию. Мы хотя бы им покормились. Так. Древесина. Вода. Ну давай сразу пятеру. Да. Нечего молочиться. Так. Ой-ой-ой. Ты не погасни только раньше времени. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, ни хрена себе. Погас. Погас. О, разгорелся. Ой, какое счастье. Какое счастье. Так, вроде на кипячение уходит меньше времени, да? Ну да. Чуть без костра не остался, а. Да. Дядь Саш. Дядь Саш, ты что косячишь? Ну-ка повнимательнее. Повнимательнее, пожалуйста. Не надо косячить. Так. Кедровый дрова добавим. Возьмем факел. Подойдем сюда. Положим сюда пока лишнюю воду. Так. Передать. Ну давай хотя бы литра три закинем. Так. Все. Закинули. Так. А что у нас тут еще? Еще час. Ну давай еще себе полтора литра сделаем. Ну литр давай. Вода нам не повредит. Она нам всегда пригодится. Да. Это такое дело вода. Она нужна. Ммм. Так. Ну давай еще литр. Пока костер горит. И пойдем дрыхнуть. Так. А по утру будем себе вещи. Вещи чинить. Так. Все. Вот наша шконочка. Вот наш бронс. Пойнтик. Так. Пьем водичку. И баеньки на 9. Или на 7 часиков. Давай на 7. А лучше на 9. Чтоб как следует восстановить здоровьица. Наша потрепанная. Так. На улице что-то все стихло. Так. Пить хотим. Сколько я там? 110 дней уже выжил. Нормально. Так. Ну я наверное здесь целые сутки проведу. Потому что я сейчас с починкой. У меня это очень много времени. У меня не ведет на починку. Так. Шкуру волчью возьмем. Оленью. Возьмем. Кроличью. А это медвежий. Так. Мне надо кроликов раздобыть. И кишки надо. Так. Недры мне не нужна. Мне кишки нужны. Так. Начинаем. Что у нас тут сильно? Кроличь. Так. Я даже наверное не починю сейчас так. чтобы сильно хорошо было. Так что надо мне за кроликами идти. Так. На сколько я их? 78%. Да. Маловато. Так. Это у нас какая? Волчья шуба. Действие. Да давай мы отремонтируем. Давай отремонтируем. Что на нее глядеть? Так. Отремонтировали. Теперь. Вот у нас очень сильно поношенные. Ой. А удочки хватит на один раз. Ну и прекрасно. Так. Есть. Удочка не подлежит ремонту. Да и хрен с ней. Так. Все. Мне больше шкур нету. Да? Надо еще шкуру себе в инвентарец бросить. Так. Алендурская шкура. Да и алендурские шкуры заканчиваются. Они не бесконечные. Нифига. Воды попить легко. А еды пока обойдешься. На ночь будем жрать. Тут и так у тебя здоровье. Сколько? 77%. Пойдет. Так. Дальше. Дальше. Вот эти штаны мы чиним. А те пока оставим. Те пока оставим. Так. Есть. Такое дело. Теперь. Чего тут у нас? Это 100%. Это я починил. Медведя пока не буду шкуру тратить. Так. Можно взять немного ткани. И перечинить все что из ткани. Ткань у нас где? О. У меня здесь даже еще спички есть. У меня здесь даже еще спички есть. И это круто. Так. Теперь. Чего у нас из ткани? Вот эти партки сильно-то потропанные. Потропанные и сильно. Так. Эти партки мы починили. Теперь. Вот эти партки тоже нормально потрепанные. Лишние там 3, блин, десятых градуса нам не повредят. Все лучше будет. Так. Это у нас тоже потрепанное. Ремонт. Сейчас напишут. Вы не можете ремонтировать в темноте. Да. Блин. Твою мать. Пошел за мясом. Пошел за мясом. Так. Мясо сейчас возьмем. Пожрем и будем спать. Раз мы не можем ремонтировать в темноте. Так. А поутру мне надо сделать удочку. И дочинить одежду. Да. Так. Это сколько килограмм? Пошли отсюда. Килограммчик нам хватит пока. Килограммчик пока хватит. Так. Ну, все по обычной схеме. Едим. И спим. Усталость у меня хоть нормальная накопилась за день. Ну, не знаю. На 7 часов может не хватить. Ну, на сколько хватит? Так. На сколько хватит? ХП-шка должна быть уже... А, ну у меня там отнималось. 100, конечно, не будет. 100, конечно, не будет. О, еще ночь. 95. Попьем тогда. Странно. Я думаю, я до утра просплю. А что так? Ну все. Вы настолько устали. Хорошо. Нам есть чем заняться. Топор будем... А, не. Его палки будем собирать. Топор не будем точить. Я сначала узнаю, есть ли у меня нормальный топор. Сначала узнаю, есть ли у меня нормальный топор. А если нет, тогда я буду чинить. Точить. Когда там уже утро? Так, немного палок себе сделали из фонарей. Так, ну давай соберем. Чтобы он тут у нас не мотылялся. Так, собрали. А этот у нас нож стопроцентный. А это я могу сожрать? Или отравлюсь? Повезло. Не отравился. Так, ну спим. Сколько сможем. Сколько-то смогли. Так, что там у нас? Солнце нормально светит? Или я еще не смогу ничего ремонтировать? Да, это я сейчас проверю. Это я сейчас проверю. Не можете. Ну, не можете. Что тогда делать? Что тогда делать? Что тогда делать? Заправим. Заправим. Тремя граммами. Подождем. Так, наверное, я уже могу ремонтировать. Да, уже могу. Прекрасно. Отремонтировали. Что у нас тут? 99% это не надо ремонтировать. Так, носки. Ой, какой бросить? Какой бросить? Так, куда я их бросил-то? Бросить. Ремонтировать. Бросить. Тише ты, рысак. Сожрал, отменяется временно. Да. Так. Носить. Вот так. Так. Назад в одежду. Что тут еще? Вот эти носки ремонтировать надо. Они тоже уже истрепались капитально. Так. Хорошо. Так, так, так. И вот это у нас 71%. Сколько я буду ремонтировать? Час. Не удалось. Да хватит. Какой не удалось? У меня такой уровень. А вы пишите, не удалось. Как так? Удочка разрушилась. Нифига себе. Надо срочно удочку. Сейчас сделаем удочку. Металлолом есть, кишки есть. Пошли за удочкой. Так. Наверное, мне отсюда надо линять. Наверное, мне отсюда надо линять. Но там погода пока плохая. Но мы сейчас удочку сделаем. Так. Сколько у нас тут получится удочек? Две, наверное, только пока. Так. Две удочки, да? Так. Одна. Вторая. И третья. И четвертая. Даже четыре удочки. О, четыре удочки. Как серьезно это все так. Но четыре удочки мне пока хватит. Так. На улице метет. Удочки разрушенные. Выкидываем. Так понимаю, на улице сейчас соваться бессмысленно. Ладно. Тогда давай одежду отремонтируем. Вот эту. Она как раз будет час ремонтироваться. Одежду, говорю, отремонтируем. Так, погода вроде нормальная. Да? А шапка сколько будет ремонтироваться? Сорок минут. Давай шапку еще отремонтируем. Опять начал мести. Да тваю ж. Тваю ж вдоль и поперек. Так, ладно. Хрен с ним. Там начало мести. Тогда мне надо чем-то заняться. Чем мне заняться? Давай сделаем древком. Так. Чем делать? Да давай топором. Коли есть выбор. Вот здесь есть выбор. Так, простая стрела. Полтора часа будем делать. Ну, будем себя копить риск калаустрофобии. Ничего не подпишешь. Давай еще одну сделаем. Нормально. Так, что я там сделал? Две стрелы. Две стрелы. У нас там уже что, ночь? Да. Попробуем еще одну сделать. А, мне не с чего делать, да? У меня нет наконечника. Пошли за наконечником. Так, наконечник. Пожалуйста, нам один. Спасибо. И пошли делать стрел. Сейчас напишет опять. Вы не можете работать в темноте. Не, сделал. Так, ну все, будем здесь спать. Переться куда-либо в такую погоду бессмысленно. Разберемся по утру, куда нам идти. Идти. Вот в чем вопрос. Так, где тут моя волчатина? Ну, давай фонарь возьмем. Ничего я не вижу в темноте. У меня их целых две тут еще есть. Пошли отсюда. Ва. Пошли отсюда. Ва. Так, вот наш гараж. Вот наш волчатина. Жрем ее. Почем зря. Пьем. Так, а что ж там у меня лук-то? Насколько прокачался я стрелы делал. Стрельба из лука. Ой, он медленно так качается. Вообще капец. Так, ну семь часов. По обыкновению. Семерочку. Для развития риска клаустрофобии. Нет еще риска? Ну-ка, покажите. Нет еще пока. Удивительно. Так, и полностью отдохнул, да? Спать не могу. Или не полностью. Да, не можете спать. Ждем. Так, ну можно так долго не ждать. Да, хотя... Хотя, хотя... Ну хватит пока ждать. Хватит на это. Лошадь бы съел. А что у нас там по здоровью? Сто процентов. Погоди пока сожратвой. Погоди пока. Потерпи, пожалуйста. Потерпи. Сейчас мы пойдем что-нибудь себе раздобудем. Так, вы проснулись полностью отдохнув. У вас день только начался, да? Там, наверное, на улице сильно холодно. Не, а давай-ка мы... Ладно, давай сожрем все. Давай сожрем все. Попьем. Так, воду с собой брать не буду пока. Хотя, надо взять. Надо взять. Так, есть ли у меня с собой спальник? Есть. Так. Воды давай себе немножко возьмем. Так, смотрим, что у меня... Не то. Что у меня с собой? А то я вещь ничего не забываю. Но уж есть топор, есть спальник, есть стрел, куча. Стрел, куча. Тебе точно столько с тобой стрел надо таскать? А пусть будут. Я хочу так удочки есть. Тут у нас что, ткани всего две штуки? Клен, что ты его с собой носишь? Оставь его здесь. Что ты его с собой носишь? Не носи его с собой. Метроволом не нужен сто лет. А вот ткани, наверное, парочку надо взять на всякий случай. И даже еще одну возьмем. Так, все, пусть будет пять тканей. Так. Перьев на 35 килограмм. А нафиг они мне нужны? Таскать их просто так. Так, пока все. Пока все. Так, ну что ж. Надо идти собирать дрова. И идти опять на рыбалку. И, наверное, после этой рыбалки я уже отправлюсь во свояси. Да? Да. Ну, наконец, если меня опять никто не покусает, как никакая падла. Так, что тут у нас с погодой? Погода холодная. Погода холодная. Берем лук. Пошли. Не знаю, что-то насчет волков вообще. Понятия не имею, где они есть. Может, они и тут ходят. Может, они и тут не ходят. Мы пока палочек тихонечко по-быстренькому наберем. Пока никто не видит. Тот волк тоже пришел неожиданно. Ну, там было ночью. И мне не было ему ничего кинуть. Да я бы, наверное, не успел никакую ему приманочку успеть дать. Он бы меня все равно загрыз. Ветка какая-то заметенная. Так, у нас все еще холодно. Минус 16. Да, стало холоднее. Так, куда мне пойти? Так, в районе дома вон там валяются тоже палки. И можно там в доме отогреться и нарубить этих там еловые ветки, да? Так и сделаем сейчас. Сейчас так и сделаем. А в самом доме есть какие-нибудь интересные дрова? Не знаю, сейчас посмотрим. Пока вот тебе интересные дрова. Здесь, кстати, еще медведь может нарисоваться. Так, это у нас раннее утро, да? Раннее утречко. Раннее-раннее утречко. Поэтому так холодно. Сейчас мы чуть-чуть обождем и выйдем рубанем что-нибудь. О, палок много, отлично. Еще много палок бывает в районе администрации турбазы. Эх, я там раньше любил жить. Палок там полно. Так. Все, это ветки пошли. Ветки, ветки. Кедровые, еловые. Че мы тут сильно замерзли? Сильно. Ну давай, мы тут, может, что-нибудь... Может, тут что-нибудь можно рубануть еще на дрова нам. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут в домике. О, да, тут стол есть. Стол, час пятьдесят семь. Разломать его нафиг. Вот так. Так, жрать мне нечего? Нечего, мне только пить. Ну что ж, пить так пить. О, а там погода гля какая. Я собрался рубить, а там погода гля какая. Вот так всегда. Как специально. Как специально. О, 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 да. Какая тут температура, давайте посмотрим. Минус двадцать девять. Да нет, в такую погоду я что-либо собирать отказываюсь. Заходим нафиг назад. Да, че-то непогода за непогодой. Как у меня все было хорошо и непогоды никакой не было. Так, это мы будем три часа рубить. Давай рубить три часа, пофиг. Непогода не успокоилась. А, не, успокоилась. Успокоилась. Так, какая у нас... Какое у нас время дня? Середина дня. Так, если я сейчас рубану, а потом погреюсь... Рубану, а потом погреюсь. Будет еще время светлое. Да? Да хренушки она успокоилась. Не успокоилась она нифига. Конечно, потому что я голодный. Она сейчас и не будет успокаиваться. Она меня будет вообще... Выносить меня будет. Ну, вроде стихло теперь уже, да? Ну, вроде да. А там кто его знает? Так, а че взял, чтобы эта приманка была? Ой-ой-ой, ну ты осел, а? Ну ты осел. Ты как всегда в своем репертуаре, дядя Саша. Ты вечно все забываешь. Так, о, тепло. 58 минут, рубим. О, прекрасно. Прекрасно. О, прекрасно. Все. О, нет, не прекрасно. Вообще не прекрасно, нифига. Совершенно не прекрасно. Я так рыбацкий барак не найду. А волков найду. Ладно. Кто сказал, что должно быть легко? Такое кто-нибудь вообще тебе говорил? Никто. Дай, что ли, я воды попью. Чего у меня такой перегруз? А, потому что 40 килограмм. Понятно. 40 килограмм это много. Это уже не побегаешь. Так, ну что ж. Будем идти, так сказать, на ощупь. Ох, сейчас ты волчаку найдешь на ощупь. Ох, найдешь. Вот я чую, ты ее сейчас найдешь на ощупь. Будет счастье волчака. Как холодно. Только что ж было тепло. Да это мы еще не замерзли пока. Это холодно не считается. Не переживай. Тем более здоровья у нас много. Так, ну что могу сказать? Барак, он где-то, конечно же, там. Это мы все знаем, что он где-то там. Тут я никакой, никакого супервывода не сделаю. Да он не совсем там, да? Так. Это вот камень. Ну, блин, он где-то вот там. Ну, пойдем. Пойдем. Сейчас поглядим, куда придем. Поиски барака на ощупь. Забава такая народная. Такая народная забава. Искали барак, а найдем или волка, или медведи. Да, ни хрена ты не найдешь. Какой барак? Гля, какая темнота. Точнее, туманище. А я думаю, что так тепло стало. А это туман, сволочь. Так, мне бы, наверное, все-таки чуть-чуть сюда забирать, чтобы в стену упереться. В скалу, чтобы я опять уж не ушел, черти, куда. От скалы я уж там как-нибудь сориентируюсь, где барак находится. Да, ну ты можешь вообще пойти не в ту скалу. И когда она начнется, никто не знает. А если с тумана выскочит волк и покусает тебя? Как тебе это? А у тебя нет шприца первой помощи. Тебе это, наверное, понравится очень. О, какой-то барак. Это может не тот барак быть. Я мог выйти не на тот барак. Ну, в моем случае, в принципе, пофигу. А, у меня там тяжелый молот. Ну, я надеюсь, что это тот барак. Нет, это не тот барак, потому что ты к нему, смотри, как зашел. Ты к нему зашел с мордой лица. И тут даже еще валяется дрына. И обыскать кухонный шкаф. И ты здесь вообще ни разу не был. Нифига себе. Нифига себе. Я пришел в барак, в котором я ни разу не был. С ума сойти. Ну, придется в нем остаться. Придется в нем остаться. Ничего. Разожжешь этот, как его там... Разобьешь топором. Топором лед разобьешь. Или ножом. А потом придешь в свой нужный барак и найдешь вообще есть в нем, что в нем есть. Топор человеческий или нету. Да. Это мне повезло, что я наткнулся на барак. С таким же успехом я мог пролететь мимо. Это чисто повезло вообще. Ну, я понял, какой это барак. Это, наверное, барак ближайший от моего, который стоит. Так. Древесина. Так. Разбить. Самодельный топор. Так. Какое у нас качество тамбарата? Он у нас... Он у нас 13%. Дай его хоть заточу один раз, а то вдруг мне его не хватит вообще. Ну, должно хватить 18%. Не, давай топором. Так. А спальник у меня вообще с собой есть? Наверное, есть. Вообще спальник, я так понимаю, надо с собой всегда носить. Никто не знает, что тебя где ждет. Так, сколько топорта у нас теперь? Ого, 8%. 10% за один раз. Вот это да. 10% за один раз. С ума сойти. А, но она сильно была замороженная. Да. Так, я в этом бараке никогда ничего не ловил. Здесь должна рыба хорошо ловиться. Гля, вообще никого. Я голодный, а рыбы нет. С ума сойти. Вот это издевательство было. Я голодный, а ничего не клюет. Ну вы что, ребят, так нельзя. Это не по-христиански, не по-завандарковски. Так, жрем. Пьем. У меня тут ни воды, ничего нету. Так, я, наверное, сейчас посплю. Чуть-чуть. Так, да хоть два часика поспим. Да, немножко здоровья поправим и все такое. Так, ну сейчас на часа на четыре на рыбалочку уйдем. А, у тебя воды настолько не хватит. А хотя хватит. Так, печки наши гореть, еще не перегореть. Где наша прорубь замороженная? Нет, спальник не надо, прорубь, пожалуйста. Если я сейчас опять топором рубану, он не испарится? Семь процентов, а, ну видишь, когда мало заморожено, только один процент. Блин, я ничего не вижу. Дайте мне, что ли, хоть фонарь. Где прорубь? Вот, ну прорубь. Спальный мешок лежит, как-то нехорошо. Подальше его. Так, прорубь. Четыре часа. Давайте-ка по-взрослому порыбачим. Никого. О, кижуч. О, четырехкилограммовый. Это хорошо. Это нам нравится. Форелька. И леска порвалась. Значит, кижучу большой попался. Ну что ж, бывает такое. Так. Но удочек у меня много. Нам не жалко. Так, жрем. Срочно. Так, съели. Так, топорик. Точинем один разик. И воды литра три, пожалуйста. Нет, три. Нам мало столько. Давай, три литра. А потом мы еще на четыре часа на рыбалочку. Так. Да ладно, что там связка. Никуда не идешь на месте. Стоишь, что она тебе тяжелая. Она тебе вообще никуда не тянет. Тяжелая. Так. Воду пить. Форель жарить. Рыбу ловить. Да. Да. Попал мы в оборот. Сожрем все. Чтобы не тянуло острие. А то ей тяжело. Так. Печка. Пять часов. Нормально. Прорубь. Самодельный топор. Так. Еще раз. Четыре часа. И давай, пожалуйста, чтобы леска не рвалась. Так. Нифига. 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 Кижуч. На пять киг. Нормуль. Так. Я хотел поглядеть, где я нахожусь. А тут погода плохая. Так. Форелька. И у нас еще форелька. О, ничего ты не поглядишь. О, рыбалка. Я эксперт. Прекрасно. Я эксперт. Так. Что там? Воды попить и все это сжарить. Я эксперт. Прекрасно. Так. Жарим. Ну, сейчас хоть маслицем потарюсь нормальным. Лампу можно будет заправить на полную катушечку. Меня вот интересует. У меня дров здесь хватит до следующего утра или не хватит? Жаль, что костер не прокачивается от того, что если он долго горит. Типа, горел бы он там, если горит больше десяти часов, тоже начинается прокачка. Да хрен такого. Такого нет. Так. Рыбу жрать. Маленькую. И большую. Пить. Так. Сейчас мы накидаем дров и поспим, наверное, часиков. Не знаю, сколько. Какая-то ситуация. Утро. Так. Дров. У меня еще палок 26. Ну, вот я сейчас все палки выкинул. Так. На семь часов, да? И сколько у меня еще? Еловых четыре и кедровых один пять. Да нормально это. Ладно. Тогда мы поспим пять часов. Поспим пять часов и глянем, сколько горит нашей печуре еще. Сколько есть, собственно говоря, горит. О, погода хорошая. Да? Или не очень. Все равно метет немножко. Не, метет еще немножко. Ну, тогда мы водички попьем и еще поспим. Да. Так. Печу четыре часа гореть. Давай мы еще два часа поспим. Это, пожалуй, я с этими дровами протяну всю ночь, наверное. Наверное, у меня получится. По-моему, когда спишь, вообще печка медленно расходуется. Почему-то, мне кажется, медленнее. Три часа и гореть. Так. И где же я есть? О, волк. О, волк. Так. Вон мой барак, что ли. Так. У меня есть чем его подкормить? Лук у меня есть. А еще есть волк? Сзади, чтобы за жопу никто не кусанул. Волк, а ты мне нужен. Эх ты, не попал. Рожа слепая. Ну, как ты не попал, волк-то? А, он опять сюда. Хорошо, давай. О, олени. О, олени. Красота-то какая. Волки, олени. Ну, я теперь попробую в тебя уже попасть. Теперь я в тебя попробую уже попасть. Попал, естественно. Так. Стрела. Это остров волка. Где там простая стрела написано? Простая невидимая стрела. Так. От одного волчаки избавились. А, вон я до барака не дошел. Мне вон туды надо было. Мне вон туды. Ну, что ж. Есть олендуры, да? Можно попробовать мочкануть олендуры. Погода хорошая. Сколько там у нас печи гореть? Ночь, правда, приближается. Волк на 2% замерз. Печи гореть у нас еще 3 часа. Нормально. Так. Ну, пойду попробую. Попробую издали в оленя. Попробовать в издали в оленя попасть. Поразвлекаться. С какого он расстояния меня будет видеть? С такого, наверное, он меня видит. А вот этот меня, наверное, не видит. Нет. Ну, мне как-то больше нравится спереди в него стрелять. Вот и в этого попробовать. А он движется. Вот этот стоит, что ли? Не, идет. Сейчас как остановится, попробуем популять в него. Попал. Убил. Нифига себе. Гля, я олень убил с такого расстояния. Вот это да. Вот это дядя Саша молодец. Класс. Супер. Да. Ну что ж. Четвертнем. Не замерзну. Ну. Да ехарный бабай. А че он рассыпался-то? Я так не играю. Взял и разломался. Ой, не. Наверное, мне столько этих туш не надо. Мне хватит одной пока для начала. Так, ладно. Блин, жаль, что это. Что топор поломался. Ну, я надеюсь, что у меня там топор есть. А то я без топора остался. Это капец, если я без топора остался. А как мне узнать, есть у меня там топор или нет? Ну, можно туда по-быстрому сбегать. Сейчас я обогреюсь и быстренько туда сбегаю. Капец. Если топора нет, это вообще жопа. И это жопа, если я вообще без топора остался. Это полный жопа. Вот это был выстрел в олене, да? Это был выстрел. Всем выстрелом выстрел. Я не ожидал такого эффекта. Такого эффекта я не ожидал. Так, сейчас мы все лишнее в бараке оставим и сбегаем туда. Полюбопытствуем, есть ли у нас. Так, все, мы здесь уже греемся. Хорошо. Тогда мы сейчас здесь сделаем вот так. Собрать. Давай ножичком. Нам надо по-быстрому действовать. Так, хорошо. Еще светло. Еще светло. Так, не, форель радужный, вот и возьми. Сожри. Так. Хорошо. Водички выпить. Хорошо. Так, сейчас все лишнее сложу. Складу, сложу. Так. Топор разрушенный мы выкинем. Чтобы он не исчез. Так, а сюда мы сейчас... Нет, какой спальный мешок. Мне интересует... Мне интересует... Что ты мне вечно мешаешься, спальный мешок? Так. Что у меня тут есть? Это тяжелое. Это на килограмм. Передать все. Так. Воду. Передать все. Одежду всю не могу положить. Так, лампу положу. Лук оставлю. Это... Это исчезнет. Нож оставлю. Так, вот, собственно говоря, это и все, что можешь положить, да? Да, не густо. Не густо. Не густо. А, дрова, наверное, дрова. А как же? О, дрова. Да, дрова. Так, все, берем факел. Побежали, пока ночь полная не наступила. А, ну тут светло. Меня интересует, есть ли у меня топор. Есть ли у меня еще хоть один топор. Меня это очень интересует. Если топор есть, то класс. Если топора нет, то капец. Так, серия, в общем и целом, получилась что надо. Начиналась она плохо, но теперь уже как бы все хорошо. Особенно мне понравился выстрел в оленя. Это вообще было супер. Топор с такого расстояния и попал, и убил. Да, эксперт прям какой-то уровень. Так, эксперт, эксперт. Топор, топор. Если нет топора, то что делать будешь? Так, что, молот с собой взять? Топор есть, поношенный. Так, а есть ли у меня более свежий топор? О, есть новый топор. Так, тогда я беру вот этот поношенный. Все. И изнашиваю его до конца. Все, назад. Побежали назад. Молот тяжелый потом закину туда. Шкуру оленю сейчас не понесу. Пусть валяется, тогда я поутро отволаку. Пусть лежит там, портится. Сильно не испортится. На улице сильно не испортится. Так, ну все, отлично. Жрозу у меня нормально. Воды сейчас себе сделаю. Все, пока стабилизировалось. И топор у меня, к счастью, все-таки есть. Что тоже не может не радовать. Так, ну что ж. Все пока нормально. Пока все нормально. Даже еще вот волк есть дохлый. С ним тоже можно разобраться. Так, что мясо взять пожарить? Ну, возьмем, пожарим. Так, что тут у нас в печке гореть? А, погоди. Куда я покидал свои все эти? Назад все мне, пожалуйста. Передать все. Так, 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 так. Все мне, все мне, все мне. Все. Все. Так, кладем все дрова в печь. Ну, хотя можно не все. О, нормально, 7 часов. Это нам надолго. Это нам надолго. О, а Ленину уже 91%. На улице лежала и испортилась. Капец. В такой мороз так сильно портится. С ума сойдите. Угу. Что, спать? Сейчас будешь спать. Так. Выкинем пока нашу ленинку. Нам столько не надо. Оставим себе вот столько. Так. Ну, что тут у нас? У нас тут мы, значит, съедим вот эту жуча безумного. Вот так он нам вошел хорошо. Водички попьем. Так. Что там у нас по части усталости? Усталость дофига. Печка горит 7 часов. Спальник сюда нам поближе. Куда-нибудь можно куда-нибудь поближе спальник положить? Ты смотри, не хочет, падла, нигде ложить. Только вот здесь, значит, да? А вот здесь никак, да? А если вот сюда встану? Все равно, где бы ты там ни стоял. Ты что, давай укладывайся. Только здесь, значит, да? Так, 7 часов тогда спим. А там будет видно, что нам делать на утро. Оно сейчас быстро наступит. Оно вот уже, собственно говоря, наступило. Или еще не утро? Еще не утро пока. Но скоро наступит. Что-то музыка такая трагичная. У нас вроде все нормально. Что музыка трагичная? Не надо никаких трагедий. Так, печки гореть еще 3 часа, как минимум. Но у нас еще есть одна еловая дрына. И есть кедровая одна дрына. Вот уже 4 часа. Сейчас мы прорубь разрубим. Так, он тяжелым молотом долго рубит. Так, разрубили. Печки гореть 4 часа. Значит, мы будем ловить рыбу 3 часа. Как раз наступит утро. Можно будет оттащить. Что оттащить? Оттащить шкуру. Можно с волка будет шкуру снять. Кижуч, отлично. Так, прекрасно. Тут легкая метель. Так, легкая метель. Мы тут еще можем долго просидеть. Мы тут еще можем долго просидеть. Так. 3 часа, литрочка воды нам, пожалуйста. Так, хорошо. Хорошо. Так, мой топор разрушен. Там опять мести начало. Да что ты будешь делать? Еще еловую дровину туда кидаем. И палки выкидываем себе на 4 часа. Тогда пьем, жрем и спим. Что нам еще делать? Так, печка горит 4 часа. У нас утро началось недавно. Ну, давай 3 часика поспим. Нам нужна хорошая погода. Давай хорошую погоду. О, все. Погода вроде успокоилась. Нет? Нет. 2 часа. Спальный мешок. Спать я больше не могу, да? Угу. А что я могу делать? Я могу рыбу ловить. Спать я больше не могу. На 1 час. Нифига, да? 2 часа. Ну, давай час спать. Успокаивайся уже, погода. Не хочет успокаиваться. Не хочет меня отсюда выпускать, а? Ты смотри, заперло меня сюда и не хочет выпускать. Давай еще часик половим. Так, секунду. Так, на чем я тут остановился? А то меня опять отвлекли. Пить мне не надо. Есть не надо. Час. Тут метет. Я рыбу, что ли, хотел половить? Наверное, хотел рыбу половить. Я ничего не поймал. А, не, поймал. Так. А тут все по-прежнему метет. Но вроде как успокаивается, да? Успокаивается. Ну, сейчас мы пока попробуем пожарить. Пожарили. Одну. Так. А она всего одна. О, все. Отлично. Отлично. Надо отсюда линять. Что у меня тут? Воды много? Не сказать, что много. Тогда сейчас еще воды себе сделаю. А, еще у меня же там валяется этот. Олень. Олень валяется. А печки гореть 46 минут. Я могу не успеть. У меня вот два оленя есть. Тут олень бродит. Ой, ладно, пусть валяется. Даже если он пропадет полностью, я все равно смогу его приготовить. Верно, верно. Так, поднять. Тут у меня что? Пусто. Топор с собой. Так, воды. Воды. Полтора литра. Так, волка. Волка придется бросить. Не брать с него ничего. А, у меня там шкура не так давно положена. Ну, хотя, может, он не пропадет. Это ты за ним вернусь, если он не пропадет. Так. О чем мне тяжелый молот? С собой перейти или здесь оставить? В принципе, можно оставить здесь и ходить сюда. Так, ну, я планирую сюда за волком вернуться, да? И за оленя этим мясом. Тогда я оставлю здесь тяжелый молот. Так. Лук у меня 43%. Нормально. Так, все. Что у меня тут? Оленина. Берем оленину. Берем... Что тут у нас? Против ветра, что ли, бегу? Берем шкуру и идем вот сюда. В домик. Мизантропчика. Погода холодная, да? Что там у нас? Да. Так, вот у нас валяется шкура, кишки. Сейчас мы все это прихватим. Так, а я сейчас против ветра иду. Да, в обратную сторону я, наверное, по ветру буду идти. Должно быть полегче немножко. Так, а вот олень идет, меня не видит то, что ли, в него стрельнуть. Ну, сейчас он остановится. Да я с такого расстояния фиг попаду. Далеко. И стрелы зря свои потерял. Ладно. Стрелы я сейчас найду. У меня стрел много. О, он остановился, да? Он остановился. Погоди. Еще разок. Пусть он остановится. А, он меня увидел. Ладно. Какой же ты все тебе мало, ты хочешь, а на олени поохоится. Ты вот стрелу куда-то свою делал? Как ты теперь ее найдешь? В того, что ли, стрельнуть? Сейчас попробуем. Так. Он меня может увидеть, да? Стрелы ты где свои искать собрался? Там, где-то валяются. Так, вон он. Ну, просто интересно ездили стрелять. Тут весьма забавная вещь. Да с такого расстояния ты в него не попадешь, дядя Саша. Недолет. Спугнул. Ну, теперь иди стрелы ищи. Четыре стрелы, не пойми куда дел. И лук зря изнасиловал. Вот ты негодяй, лук зря изнасиловал. Четыре стрелы запустил, тоже испортил. Так, ну стрелы вижу, вон не светится. Ты сейчас тут доходишься, ночь наступит. Так, вот одна стрела светится. Так, ну замерзнем, ничего страшного, восстановимся. Так, стрела, вот одна. Покоцанная, разумеется. Ну, надо просто тоже практиковаться в стрельбе издалека. А то что я в упор не стреляю? Практикуйся. Рассчитывай расстояние. Все такое. Где еще одна стрела? Вот она, еще одна стрела. А как практиковаться? Только так. В волков можно практиковаться и издали стрелять. Точно, будем практиковаться в стрельбе издалека. Так, теперь мы пошли в эту сторону. Где-то у нас тут еще были стрелы. Они куда-то сюда отлетали, вероятно. В этом направлении вроде палил. Пока я их не вижу. Пока я вижу оленя. Можно сейчас зайти им в попу пострелять. Так, а стрелы могли в воду лететь? Да далековато до воды. Так, там еще кролик бегает. Куда-то я сюда стрелял, да? Не вижу я их. Куда они отлетели? Вон туда, может, куда-то. Это кролик там, по-моему. Не видать. Посеял две стрелы. Да фиг с ним, у меня много всего. Не жалко. Не жалко. Но они могли куда-то сюда отлететь. Ну, можно по утру тут пошариться. Да, да. Неизвестно, где они есть. Не видать. Может, не сюда отлетели. Так, вон у нас олень опять. Вдалеке. Олень вдалеке. Так, ну, примерно с такого расстояния могу в него попасть. Попал. Убил. Ха-ха-ха. Класс. Гля, вообще издалека. Они, наверное, из-за того, что настильная траектория... А вот стрела моя валяется. Они здесь остались. Из-за настильности траектории. Они, наверное, типа, ну, рандом так считают, что она ему силой по башке бьет. А вот моя одна стрела, вот другая. И от этого она его вообще на повал крошит. Супер. Супер. Так. Где моя стрела? А, вон она стрела. Ой, я ему куда попал? В шею. Так, все, пошли домой. Хват. Олени настрелялись. А вон еще олень один. Так, будем стрелять, когда остановится. Сейчас он остановится. Расстояние, в принципе, нормальное. Можно попасть. Не, погоди. Еще разок. Он пошел. Ждем. Не могу определить расстояние. Так, олень, останавливайся. Останавливайся. Пожалуйста. Пусть-то. Так, встал. Ага. Ну, где-то вот так над ним держим прицел примерно. Попал. Класс. Но он не сдох. Ну, ладно, зато попал. Лук хоть прокачал. Он сдохнет. Так, отлично. Немножко приноровился к стрельбе издалека. Интересно, от стрельбы издалека он так же прокачится, как и близко. Так, волчак мне тут не встретится. А то сейчас, я помню, раз сюда шел, такой весь на фоксе, так сказать, волок с собой. Всякое барахло подхожу. А тут гав-гав-гав. Кролика, я помню, тащил. Кстати, кроликов тоже можно издалека пострелять попробовать. Мне нужно кроличьей шкуры дочинить свои рукавички. Так. Ну, вот он, наш любимый дом мизантропа. Мы до него типа дошли. Типа даже живы пока. Ну, все, можно мне отсюда линять. Прихватывать немного с собой жратвы и уходить. У меня все отлично. Так, все, зашел. Пришел. Так, все, братцы мои, ребятушки. На этом я, конечно, закончу, а то я уже очень давно играю. Заходите в группу ВКонтакте, там розыгрыш, принимайте участие, все такое. Ну, можете на меня подписаться, чтобы быть в курсе. Все, всем пока. Желаю удачи в игре. Адьос, амигос.